Обжалуем требования налоговой службы. Обратите внимание, мы рассматриваем конкретную ситуацию, имеющую свои точно установленные и подтвержденные вводные данные. Условия задачи. Вы получили требование ФНС. Вы то лицо, которое должно уплачивать налоги, и именно то лицо, которому адресовано требование. Вы заплатили налоги в полном объеме и в установленный законом срок. У вас есть подтверждающий платеж документы. Дополнительная информация. При внимательном изучении требований оказалось, что суммы, указанные в нем как недоимка по налогу на доходы физических лиц, в действительности являются суммами авансовых взносов по данному налогу. Задание. Обжаловать требования налоговой службы. Подготовить, написать и подать жалобу. Решение задачи заключается в поиске ответов на поставленные вопросы. Прежде чем ответить на вопрос, нужно его задать. Как и какой вопрос был задан, так и такой ответ будет получен. На официальном сайте Федеральной налоговой службы России размещена брошюра Досудебное урегулирование налоговых споров. Алгоритм действий, предлагаемый налоговой службой. Мы воспользуемся как рекомендациями ФНС, так и теми инструментами, которые я применяю в своей практике для решения различных правовых задач. Вот наш алгоритм решения задачи. Подготовительный этап включает в себя постановку вопросов, поиск ответов на них, правовое обоснование жалобы, фактическое обоснование жалобы. Далее нам необходимо написать текст жалобы и отправить ее в налоговую службу. На этапе подготовки нам необходимо ответить на ряд вопросов. Вправе ли налоговая служба предъявить требование об уплате налога недоимки штрафа пенни? Да, вправе. Законно ли требование об уплате авансового взноса, если мы уже уплатили всю требуемую сумму в установленный законом срок и у нас есть подтверждающие документы? Нет, незаконно. Есть ли разница между налогом и авансовым взносом по налогу? Да, разница есть. Можем ли мы обжаловать требования налоговой службы? Да, можем. Здесь приведены краткие ответы на вопросы, более подробно мы остановимся на некоторых из них чуть далее. В поиске правового обоснования жалобы мы отвечаем на вопрос, законно ли принудительное взыскание авансовых платежей по НДФЛ и пенни по авансовым платежам. Позиция Федеральной налоговой службы по данному вопросу отражена в письме ФНС России от 19 ноября 2012 года. В нем, в частности, указано, что законодательство о налогах и сборах не содержит норм, предусматривающих право налоговых органов взыскивать с налогоплательщика в принудительном порядке суммы авансовых платежей по НДФЛ. Указанное письмо Федеральной налоговой службы не утратило своего значения и используется в правоприменительной практике. Так, например, судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в апелляционном определении от 18 ноября 2018 года ссылается на него в обосновании своей позиции, связанной с отказом ФНС в принудительном взыскании с гражданина авансового взноса по НДФЛ и начисленной на этот взнос пенни. В этом же определении суда указано, что обязанность по уплате пенни является не самостоятельной, а обеспечивающей обязанностью, способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога. Вывод. Первое. Авансовый платеж по налогу не является налогом. Налоговое законодательство разграничивает понятие налога и авансового платежа, предусматривая различные сроки их уплаты. Второе. Начисление пенни на суммы авансовых платежей по налогу не предусмотрено законом. Пенни могут быть начислены только на сам налог, если он не уплачен в срок. Третье. Законодательство о налогах и сборах не содержит норм, предусматривающих право налоговых органов взыскивать с налогоплательщика в принудительном порядке суммы авансовых платежей по НДФЛ. В качестве фактических доказательств по делу мы можем представить платежные документы. Чек по операции Сбербанк Онлайн, согласно которому указанная в требовании налоговой службы сумма авансового взноса по НДФЛ была фактически уплачена. Приступаем к написанию жалобы. Вот форма жалобы, предлагаемой Федеральной налоговой службой. Примерная структура нашей жалобы будет состоять из трех частей. Вводная часть, описательная, мотивировочная, заключительная. Состав и содержание каждой из этих частей мы будем рассматривать отдельно в привязке к нашей конкретной истории. Указывайте ту информацию, которая имеет прямое отношение к спору. Необходимо также учитывать технические ограничения по объему сообщений, если вы предполагаете подавать жалобу через личный кабинет налогоплательщика. В описательной, мотивировочной части жалобы мы отвечаем на вопросы. Первое, что случилось? И второе, почему мы с этим не согласны? Приводя при этом правовое обоснование и фактическое обоснование нашей жалобы. Итак, что случилось? ФНС России по городу М. Неправомерно предъявлено требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пении штрафов процентов. Почему мы с этим не согласны? Правовое обоснование жалобы. Первое. Авансовые платежи являются промежуточными платежами, уплачиваемыми в течение налогового периода, следовательно, в силу ст. 11 Налогового кодекса, неуплаченный авансовый платеж, даже если он действительно не был уплачен, не является недоимкой по налогу. Второе. Указанные в требовании налоговой службы суммы авансовых платежей по НДФЛ и налогов уплачены в установленный законом срок и в полном объеме, что подтверждается платежными документами. Фактическое обоснование жалобы. Требуемая сумма является авансовым платежом по НДФЛ. Авансовый платеж уплачен, что подтверждается чеком по операции Сбербанк Онлайн. В заключительной части жалобы мы должны указать то, что мы просим, чего мы хотим добиться данной жалобой. В связи с изложенным прошу первое – отменить требования ФНС, второе – аннулировать и отозвать платежные документы, связанные с принудительным взысканием, третье – внести изменения в карточку расчета с бюджетом. В заключении мы указываем список того, что будем отправлять вместе с жалобой. Приложение к жалобе. В данном случае – чек по операции Сбербанк Онлайн. Жалоба подготовлена для отправки в налоговый орган. Федеральная налоговая служба предлагает несколько вариантов направления жалобы. Мы отправим жалобу через личный кабинет налогоплательщика. Отправленная жалоба автоматически регистрируется, и мы получаем уведомление о регистрации. Ждем ответа на нашу жалобу. Если вы считаете, что есть необходимость пояснить какой-то момент более подробно, воспользуйтесь контактами для связи, и вполне возможно, что эта история получит новое развитие. Спасибо!